Ряды желающих стать мажилисменами сегодня пополнились еще на 78 человек. Все они являются членами одной и той же политической партии. При этом вернуть себе депутатские кресла могут сразу 10 из 12 акжоловцев, которые еще две недели назад в них восседали. В то же время свою обновленную политическую программу Акжол озаглавил лозунгом «Перемена неизбежна». Но, как выяснилось, во время сегодняшнего съезда не все члены партии верят в декларируемые их руководством изменения к лучшему. Анна Абрамова продолжит тему. Внеочередной съезд демократической партии Акжол прошел под лозунгом «Перемены неизбежны». И точно такое же название партийцы дали своей обновленной политической программе. За ее новую редакцию, а также за кандидатов, которые намерены баллотироваться в депутаты Мажелиса и Маслихатов, голосовали сегодня в Акжоле. Но перед тем, как утвердить партийный список и дать добро тем, кто решил выдвинуться в кандидаты самостоятельно, маленькая, но чрезвычайно важная формальность. Голосование за то, а стоит ли Акжолу вообще участвовать в предстоящей политической кампании. Уже только одними эмоциями и красноречием лидер партии однозначно ответил на этот вопрос. Наша партия для чего создана? Наша партия создана для того, чтобы улучшать государство, чтобы продвигать реформы рыночной экономики, чтобы укреплять независимость нашей страны. Мы должны продолжать эту работу, а для этого мы должны участвовать в выборах в парламент и в Маслихаты. За это Акжоловцы проголосовали единогласно, как и за обновленную политическую программу партии, которая получила название «Перемены неизбежны». Даже фоновая музыка перед началом съезда настраивала сердца делегатов на подходящую для такого заглавия волну. На этом фоне практически неизменившийся состав президиума партии выглядел немного шаблонно, что возмутило одного из делегатов, который вместо того, чтобы говорить о хорошем, решил раскритиковать свое руководство. У нас, смотрите, 21 съезд партии был. Первые два съезда партии было три сопредседателя. Потом два съезда партии были пять сопредседателей. Потом с пятого по восьмой съезд был один председатель. С восьмого по двадцать первый съезд, двенадцать лет Азат Турлыбехович. Задумайтесь. Партия и ее председатель задуматься пообещали и перешли к вопросам повестки съезда. Во внушительный перечень претендентов депутаты вошли 54 человека по партийным спискам и 24 самовыдвиженца. Меруэрт Казбекова далеко не рядовой кандидат и уже имеет опыт работы в Можелисе. И если до этого ее дважды выдвигала партия, то на этот раз она решила выдвинуться самостоятельно. Я думаю, что пришло время напрямую представлять интересы своей области. Я знаю вопросы и проблемы, я знаю работу в парламенте и я думаю, что я хочу конкретно принести пользу для жителей Акмолинской области, работая в парламенте нашей страны. После всех запланированных съездом процедур акжоловцы перешли к неформальной части встречи, чтобы отпраздновать начало времени перемен и укрепить свою готовность к избирательной кампании. Анна Абрамова, Асылхан Саминбетов, Столичное бюро КТК.